Всех с днём батл пасса! Танки, которые можно описать вот этим мемом, очень часто встречались что в реале, что в вартандере. И сегодняшний чел Медведа Свин не исключение. Это всё мы уже видели по отдельности. М551 Шеридан и пушку от Волкер Бульдога. Зачем это всё? Ну, видимо, ради стабилизатора. Вообще, лёгкий танк на 6,7 со стабом, это и правда интересно, но пушка всё портит. Из снарядов на выбор сплошняк, который не пробивает, но имеет урон чуть лучше, чем у подколей. Ну и сами подколи, которые имеют ужасный урон, но зато пенетрируют всяких там фердинандов. Парышка фугасиков на таком танке просто необходима, чтобы открыто рубочником закидывать петарду в панорамную крышу. Только без фанатизма, тут внутри, видимо, места не осталось, поэтому снарядов можно взять чисто сколько в карманы влезет. Вертикальный привод здесь настолько заклинивший, что даже играя со стабилизатором, тебе всё равно нужно ждать после остановки. Пока вот это вот всё поднимется или опустится, это жесть, сколько времени тратишь на наведение. Горизонт при этом, кстати, довольно шустрый. Абсолютно не прощающий ошибок танк, поэтому в случае своей ошибки или ошибки игры, ты сразу летишь в ангар обдумывать поступок. Брони, очевидно, нет, потому что, ну, Шеридан. Картон тут ровно в балансе, чтобы любые снаряды тебя ваншотили и при этом ничего насквозь не пролетало. Ну, оно и понятно, у нас же лёгкий танк, чтобы быстренько флангануть, пукать разведкой и стрелять в борта. Ну, наверное. Правда, ни о каких быстрых минусах можно и не мечтать. О рандомных минусах, пожалуйста, но ни в коем случае не надейтесь ни на один из этих снарядов. Особенно эмоциональные качели ты наблюдаешь с боеукладками, которые один бой танкуют, а во втором взрываются. Кстати, смотри, что тут есть с дублем, далеко не каждый на 6.7 может похвастаться. Подвижность обычная, это не суперспортивный танк, а так чисто картонный спойлер и дырявый выхлоп. Тот же бульдог или БМП-1 держатся прямо рядом с нами. Есть дымы и задний ход, это хорошо, можно отступить, если в тебя не попали и поменять позицию. Браунинг для картона, если не успел переключиться на фугас или просто пофиг, что ты палишься на всю карту. Хотя перезарядка, кстати, нормальная. Короче, я не знаю, вот вроде и нормальный премиумный танк, но лично я все-таки сторонник хороших пушек. 6.7 это прикольный БР для такой машины и фраги, конечно же, на нем делаются. В сетапе он свое место найдет, но подойдет далеко не всем, новичкам уж точно нужно скипать. А так, ну, надеюсь, этим обзором я немного помог определиться, надо оно вам или нет. И почему-то на стриме часто спрашивали, плавает он или нет, не плавает, хотя, казалось бы, должен, если вы понимаете, о чем я.